вы сам чуваки на связи финна 43 серия бункера пара наружу короче давайте посмотрим и походу они блин выбрали другое решение нежели я думал ребят я конечно хочу выйти на улицу и подышать но рисковать жизнью что-то не очень хочется вот именно без понятия куда нам торопиться о кайф они по ходу прайсов в любом случае типа в принципе аналогично понятно типа они построят лестницу вниз найдут второй выход и тем самым выберутся наружу когда все складывается правильно говорите то давайте досидим в бункере ну ладно ребята раз мы решили что остаемся значит вы поможете мне сделать лестницу я понимаю что у виталя и значит роза не очень хотите идти в пещеры да но хотя бы с лестницы помогите чтобы я там уже сам все сделал вот ну и когда я буду лезть вниз на что кто-нибудь меня с лестницы подстраховал то есть сверху постоял потому что если я упаду или там не хватит или что-то произойдет что случится нужно что-то был в курсе всего этого а то я там сдохну а выйти вернуться по поверхности обратно не смогу потому что там все еще очень много зомбов ладно костян я подстрахую тебя сверху когда все будет готово а после того как пусть будет готов в ту часть пещера я тоже схожу сами и посмотрю на все то про что ты рассказывал так ребят на этом и порешили неправильно как то что мы разговариваем они едим и даже остывает холодную еду не так приятно есть как горячую поэтому всем приятного аппетита и давайте начнем подготавливаться не он тут у них закусал прям то что надо выглядит аппетитно даже в реалиях майнкрафта типа я бы отпахал хотя в них там в любом наложено конец не знакара какое решение мне принять в любом случае лучше принять предложение моего рамы почему наше оружие снаряжение мы оставили в лесу в любом чему если он не примет предложение то его просто кикнут оттуда и все назад я не знаю что могло с ними приключиться за это время еще не керамики стащили и лизунами затоптала дома отсюда выйдем не факт то что у нас будет оружие а если ты присоединяешься каме то тебе будут новое так ты чё предлагаешь их обокрасть что ли боже ты видишь сколько у них оружия они не заметят потери одного или двух калашей короче что-то я поначалу даже были какие-то у меня подозрения закрадывались то что ну вот начал и присоединились к свободе ну не знаю будут может быть ну как-то меняться до станут чуть меньше пипидастрами чем чем они есть на данный момент вот но что-то нихрена не так все-таки говнюков нихера не изменить но это будет галлюки не меняется с нашей стороны не по-человечески просто хорошо служи ами считай то что это будет твоя награда за хорошую службу ладно я поразмышляю над этим еще ног и я все-таки думал то что тот чувак тоже норм в красной клетке клетчатой рубашки до твоим нихера вам прислушаюсь в начале нашего расчетки они те же геннадон и здесь зачем да вот теперь уже не знаю но чё такое говори уже да мы не собираемся здесь оставаться так что не стоит искать заводить какие-то отношения какие отношения ты чё себе отсек шума и понравилось не знаю да вот последнее время я стал задумываться он не встречал никого в этой жизни лучше чем камилла она такая добрая заботливая красивая девушка и чё ты собираешься к ней свои яйки подкатить собирался ну теперь и не знаю что делать ну знаешь пока мы не свалили ты в принципе можешь подкатить к ней свои яйки обрюхатить а потом свалить за кого меня держишь я не собираюсь так делать я не такой как ты я не могу так поступить девушка которая мне нравится все пока не очень они могли бы и особо забрать нормальная же схема масштаб согласен оба тоже лежать никаких обязательств вообще норм тема кастин но мы вроде закончили эту часть лестнице чё виталь ты думаешь длины хватит мне кажется еще коротковато немного но у нас вон еще есть палки для ступенек и ткань которую мы сняли зомбарей помыли но виталь давай лучше все полностью израсходуем сделаем максимально длинную лестницу потому что я тебе говорю я не помню сколько я падал может там десять метров а может сто ну нет если было бы сто наверное я бы разбился и сдох хорошо костян но за что то что там не зонцы не скажут же узко там вода или чё я везла там довольно много мест за которые можно зацепить лестницу костян ты не переживай когда все будет готово я пойду с тобой и подстрахую тебя спасибо виталий что борешься со своими страхами и понимаешь что нам нужно для общего дела кстати ребят я тут кое-что сделала вчера вечером ну-ка рассказывай роз уже интересно я думала о перерасходе электричества из ваших лампочек в пещере ого ты придумала как решить эту проблему да я просто поставила выключатели и теперь мы можем вырубать лампы когда нас нет пещеры отлично вот прикольно выключатель я поставила сейчас уже около люка который где пещера нормально ну ты вообще молодец я даже не знала что ты у нас такая мастерица это все заслуги моего отца он не в детстве поднапискал хорошо доделываем лестницу и тогда мы с виталий пойдем его пробуем спуститься вниз надеюсь этой лестнице нам хватит они прям сам и вы тут есть пойдут взрываем а виталь для и там скоро ровно иду иду кости вот скажут ты фонарь принес к стен на хрена тебе вообще этот фонарь и мы же тут все светили ну так и виталий провод закончился он смотри она у нас нет и соответственно выглядит очень глубокой нам понадобится хоть какое-то освещение ладно помоги мне с лестницей нужно подумать куда я закрепить здесь можно долг совда не хватит и давление чтобы еще лампочка спустил выглядит не оба щекина вообще можно да ну одну из четырех веревок куда бы еще зацепить а костяну смотри можно еще вот в эту дырку засунуть веревку и обмотать вокруг этого хираты может хорошая идея виталь давай таки сделаем но у нас четыре конца ладно сейчас чинить раскидаем придумаем 30 минут спустя ух виталия мы с тобой кажется закончили вся эта конструкция выглядит конечно не очень надежно но если спускаться и подниматься по одному то думаю этого достаточно виталия тоже такого же мнения ладно давай страху меня если что а я пошел спускаться вниз удачи тебе костяну не на чувак рисковый однозначно тут лестнице виталя не хватило да тут лестницы немного не хватило тогда поднимайся переделаем ее виталь у меня есть идейка получше что за идея костяну ты меня пугаешь жди меня здесь виталь больновато конечно было костяну ты куда костяну погоди вот чёрт что этот дебил задумал ладно подожду как он заниматься будет надеюсь может там какой-нибудь обрывок не знаю 2 есть от лестницы старой какой-нибудь или не знаю конди херня на котором можно скарабкаться тут немного тупо прям еще ваще кто там войдите как он выбираться будет оттуда майором я прибыл по вашему приказу это отлично но может и дверь за собой закрою ой да извините тупанул с чем пожаловал солдат я подумал над вашим предложением и я соглашаюсь отличная новость солдат тогда вечером жду тебя в лагере на посвящение что вечером посвящение что это значит тех двух бойцов которые я уже взял мы посвятили у нас есть традиция каждый новый боец вечером исполняет какую-то песню на гитаре поэтому ждем тебя вечерком около фонтана гитара мы тебе предоставим я плохо играю сами понимаете я в солдат гитар не мое прости уж боец но эта традиция так что давай подучись там чему-нибудь даже если плохо сыграешь никто осуждать тебя не будет просто такие у нас традиции я могу идти майор да все ждем тебя вечерком около фонтана я лучше тоже вас побольше посвящение спасибо у волына дети коробки то вот и они вот эти вот маленькие я возьму он чё снова не заберет 20 мин спустя так надеюсь это конструкция меня выдержит так но еще за комната была лучше но мы подробнее показали виталя виталья уже иду виталь виталью кастин ты бежу выбрался до выбрался но как тебе удалось ты сказал лестнице не достает до низу да я знал где находится парочку фашистских коробок вот и поэтому я просто поставил их друг на друга подпрыгнул с них и зацепился за лестницу но вообще нужно реально сделать что-нибудь чем можно будет продолжить потом просто спустимся вниз там еще есть в двум случае коробки есть очень придумаем да вернемся к девчонкам в бункер и скажем что у нас таки получилось провести лестницу до самого низа ладно пойдем костян не ну классно типа ну правильно наконец-то они спустились блин вниз но мне вот хочется конечно побольше узнать про эту комнату думаю скоро мы про не узнать ой не переживай роз будет в порядке там же костян и виталия надеюсь не разобьются не в этих пещерах вот как раз таки потому что это костян и виталия я и переживаю очень большего счастья что они могут разбиться у и роз не переживай секунд секунду их видела с ним костян да у вас был плохого в пещере но думаю ребята учиться на своих ошибках поэтому точно смогут выкарабкаться оттуда если что-то пришел их недооцениваешь мать слишком сильно в них веришь от их недооцениваю а вот и мои девчонки мы вернулись до целые невредимые вот еще и в пещеру спустились о розыж них рена короче я хотел сказать что у нас все получилось мы спустились правда лестнице немного не хватило но я спрыгнул сходил за ящиками которые там были ну короче теперь у нас есть туда доступ правда нужно будет еще потом собрать парочку дочечек и ну короче уже нормально доделать лестницу там буквально метра два-три не хватает по моему все длина хера там нашу доделать ящики если еще 4 ты просто там не был смысл увеличивает он спустишься и сам все посмотришь я по твоим коробкам лазать не собираюсь спустимся тогда когда лестницу доделай ой какие нежные все это время продолжала следить за ситуацией на камерах и зомби меньше становится и скорее всего меньше их не станет ну тогда нет просто берем оружие каждому по автомату по несколько пачек патронов бесполезен против зомби ну типа я имею в виду он как бы нифига не бесполезен но просто против большого количества зомби он будет менее эффективен нежели калаш что мне нравится старый добрый калаш ну вы конечно и глупые вам лишь бы пострелять из своих автоматов задумайтесь сейчас конечно оружие сука новый автомат сорок семяка сука мы валим города и они очень опасные но у нас как видно по камерам они не пробили вход и мы сможем отстреливать их из лука который мне есть или используем копья которые я хранила в нашем бункере может быть лучше не будем расходовать весь наш боезапас сейчас вообще согласно саще лучше оставить патроны на людей которые могут захватить наш бункер от зомби мы можем отбиться так вот это и достаточно рискованно не ну вообще ребят если вы так хотите то можем конечно не использовать автоматы тогда у меня есть еще один офигенный план какой план костя короче у немцев там снизу есть гранаты ручные у него танковые и противоходных резать я там не разбираюсь старые такие не у которых короче старого образца времен второй мировой можем просто закидать их этими гранатами и мы не получите кирида но это конечно двумя руками за это будет круто ребята я собрал вас сегодня здесь чтобы сказать вам что сегодня в наши ряды боевого отряда вступает новый боец его зовут михаил выйди сюда брат выйди сюда давай давай выходи миссия гандоню все знают традиции он сыграет сегодня для вас песню михаил ты готов вот и повердит макси дай ему гитару да и хуя сдал зази ним подожили его в гроб вы уперли ободалу а чем мелодия такая короткий сапог короткий сапог короткий за печами прошел ты немало не спавши ночами за кровь за пожарище ты не в ответ я думал что один макси не баня был плачев ударом берете жми парень жми жми на кашетку ведь в этой игре ты лишь марионетка сказали это моргенштейн вообще нормально но кто тебе дал на то моральное право прямо сейчас телеграм-канале вождет опрос которым вам стоит решить как поступить нашим героем стоит им пойти на роду зомби с автоматами либо же поберечь боеприпасы и понемногу устранять зомби с помощью луков и копий а может им стоит спуститься в тайник фашистов за гранатами и закидать за вами голосу для телеграм-канале по ссылке в описании поддерживайте выходного серии форме спонсорскую да 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 стоит за гранатами однозначно гранаты против зомби очень эффективный способ поэтому стоит лезть за гранатами короче таков мой выборы предположительные так что я думаю все-таки будут эпичные взрывы и там крутые это ну поняли в общем друзья буду на этом заканчивать подписывайтесь ставьте лайки с вами был финн всем дальше всем пока друзья